Самая опасная эмоция, которую может испытывать человек, это отчаяние. Вот именно отчаяние деформирует гены у потомков. То есть, если женщина испытывала отчаяние, то сильное, глубокое, то у нее дети либо будут бесплодны, либо инвалидны. Я помню, когда в первый раз на это вышел, я смотрел женщину одну, у нее деформация поля была в виде конверта. Это очень устойчивая деформация, это, как правило, неизлечимая или смертельная болезнь. У нее был рак горла, она умерла. А потом я такой же конверт увидел у женщины и у ее дочки, когда был в каком-то голубе, в каком-то городе. И вот я говорил с матерью и говорил ей, объяснял, что у них есть серьезнейшая проблема на том, что девочка может быть бесплодной. И что причина в эмоциях, чувствах и поведении матери, которое было на пятом месяце беременности. И женщина даже, так сказать, не надо, чтобы вспомнить. Она говорит, да, я узнал тогда, что, может, меня изменил, бежал отопиться, меня с трудом остановили. Увидели, можно сказать, случайно остановили. И вот тогда я понял, каким катастрофическим последствиям приводит отчаяние. Но я не понимал, почему. Почему не обида, не ненависть, а почему именно отчаяние. Оказывается, дело в следующем. Наше тело разрушается, умирает, поэтому все, что связано с материальными объектами, привязанность небольшая, и мы готовы ее потерять. Дух – это гораздо более устойчивая, так сказать, структура. Духовные ценности гораздо более долгоживущие. Их терять тяжелее, к этому агрессия выше. Скажем так, если при материи материальной идет обида, гнев, ненависть, то при ущемлении духовном идет осуждение, обида более тонкого плана. А самая масштабная ценность души и при оскорблении и унижении души идет или презрение, или отчаяние, или нежелание жить. Так вот, если человек не может принять боли души, и у него возникает чувство презрения или отчаяния, то это, как правило, бьет по потомкам и делает их нежизнеспособными. Что такое отчаяние? Отчаяние – это надеяться. Отчаяние – это потеря надежды, потеря цели. Почему человек отчаивается? И кто отчаивается? Отчаивается тот, у кого главной целью является не Бог и единение с Ним, а жизнь, благополучие, семья, деньги, кто угодно и что угодно. И чем сильнее человек уходит от Бога, чем быстрее он утрачивает любовь к Богу, тем сильнее будет его отчаяние, как неприятие возврата к Богу. В Хагавадгите сказано, что любой грех, любую проблему можно решить, устремляясь к Богу. Христос говорил о том же самом. И Иов говорил о том же самом, по сути дела. Его опыт. В притче о бедном Иове зашифрован механизм спасения человека в сложные времена. Главное испытание его, каким было? Не поддаться отчаянию, не предъявлять претензии к Богу и не испытывать презрение к себе. Почему именно это было главным и почему, выполнив это, он не мог это выполнить. Пришла помощь свыше, помощь через друзей. И у него самого не было возможностей, концепций, моделей, чтобы пройти это испытание. Но там говорится о том, что человек, который сумел пройти это испытание, он может и выздороветь, и восстановить судьбу души детей, опять рождаются у него. То есть, в притче о бедном Иове зашифрован механизм спасения и выживания человека. Насколько мы готовы сохранять любовь, тогда, когда нас ситуация провоцирует на отчаяние, уныние, нежелание жить, на презрение другим или к себе, настолько мы делаем наших детей жизнеспособными. И тогда мы должны жить. Значит, насколько мы... А для того, чтобы не испытывать, преодолевать отчаяние, есть главный рецепт. Устремление к Богу должно быть главным. Главной составляющей нашего счастья. И вот тогда понятно то, чему учил Христос. Для того, чтобы любовь была в душе непрерывной, мы должны знать, что устремление к Богу для нас естественное. Что Бог наш Отец, как ему дана молитва Отче наша. Что Он наш родитель, что Он нас любит. И поэтому устремление к Нему – это нормально, это естественно. И когда у нас... Чтобы у нас не рушилось, мы должны испытывать не отчаяние, а мы должны испытывать усиление потребности в единении с Богом и усиление потребности любви в душе. И это главное условие спасения. Оно работало для бедного Иоанна, оно работало во времена, так сказать, гибели Израиля, оно работает сейчас. Поэтому очень важно научиться сохранять любовь там, где ситуация провоцирует на отчаяние, уныние или нежелание жить. А отчаяние очень быстро превращается в нежелание жить. Вот этот момент очень важен. Насколько мы испытываем раздражение, недовольство, сожаление при потере человеческого счастья, включая жизнь, настолько мы потом будем, настолько отчаяние для нас будет непреродимым. Поэтому очень важно в этом плане привести себя в порядок перед тем, что называется апокалипсис. Первое. Вопрос, для чего праведнику была дана эта ситуация? С одной стороны, и праведники могут грешить. Если Иоанн испытывал отчаяние, значит, для него человеческие ценности были все-таки на первом месте любовь к Богу на втором. Он был праведник, он соблюдал заповеди, он был нравственным. Но степень его отчаяния показывал, насколько для него жизнь, благополучие, семья, дети было значимее любви к Богу. То есть, вы можете, анализируя свое состояние, уже определять, насколько у вас сильна вера. И вот после тех событий, которые со мной произошли, для меня многое стало понятным. Я изменил свое отношение к такому понятию, как вера, как грех, как покаяние. Потому что я их стал воспринимать как смирение, не по форме, а по сути. Я лично раз понял, что смирение – это не физическая опасенность. Поскольку у нас физическое восприятие мира, то в православии, католичестве и иудаизме понятие смирения воспринимается как опасенность. Понятие смирения относится к внутреннему состоянию человека. Это отсутствие протеста против Бога, это отсутствие отчаяния, это отсутствие уныния, это активная внешняя позиция по изменению ситуации. Продолжение следует...